МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители. В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях духовник Алексеевской женской обители, что в Красном селе город Москва, член Союза писателей России, литератор и педагог, протеерей Артемий Владимиров. Здравствуйте. Приветствую вас. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей. Да благословит Господь нас на интересную и содержательную беседу. А тема нашей беседы сегодня – добродетели на примерах из русской литературы. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8495-781-4954. И прежде чем говорить о добродетелях, я хотел бы задать такой вопрос. Чем, на ваш взгляд, отличается русская литература от зарубежной литературы? Вопрос интересный. И, конечно, если говорить о шедеврах мировой литературы, о Шекспире и Сервантесе, то мы увидим, что в произведениях этих великих писателей судьба человека рассматривается под знаком вечности. Однако XIX-XX век неизбежно вёл Запад к выхолощиванию, к оскудению мысли относительно человеческой личности. Между тем, как русские писатели – Толстой, Достоевский, а прежде Пушкин и Лермонтов – Чехов. Хотя и не все были воцерковлены по жизни, тем не менее, центром своего творчества они избирали судьбу человека, пытались понять, в чём состоит призвание личности, соответственно, счастье и несчастье, в ту меру, в какую ты отклоняешься от начертанного тебе свыше пути, ты плутаешь и страдаешь. И, может быть, это метафизическая основа русской литературы, то есть интерес писателя к вечным вопросам бытия, к запросам духа. И объясняет неоскудевающий интерес к ней не только в России, но и среди читающих людей всего мира. То есть внимание к человеку, к его душе. И желание понять, в чём истинная природа человека, в чём запрос нашей бессмертной души. Давайте теперь разовьём эту тему и поговорим конкретно о добродетелях. Вот предлагаю выстроить сегодняшнюю нашу беседу таким образом. Я предлагаю какую-нибудь из добродетелей несколько вопросов в этом русле. И если получится, если что-то придёт на ум, то было бы хорошо. Если бы прозвучали какие-то примеры из русской литературы, мне кажется, это было бы очень интересно. Надеюсь, что не только нам. Возьмём, например, такую добродетель, точнее, такие добродетели, как кротость и смирение. Мне кажется, что люди не всегда понимают, что это такое, и часто путают кротость и смирение с безволием, со слабостью. Вы не могли бы в этом вопросе внести какую-то ясность? Для меня один из самых загадочных образов русской литературы старик из сказки «Золотая рыбка» Александра Сергеевича Пушкина. Подумаем только, 33 года у самого Синего моря он жил со своей старухой. У старухи, по-моему, было такое депрессивное состояние ни удовлетворённости, ни улыбки, ни ободряющего слова, ни утешения старик от неё не видел. Но не говорил «Я развожусь, больше этого терпеть я не могу». Посмотрите, с каким внутренним спокойствием, выдержкой, умением властвовать собой. Он пытается найти общий язык со старухой. «Дурачина ты, простофиля, иди к Синему морю, проси у рыбки то-то и то-то». По внешности, по видимости, старик не сопротивляется капризам, своеволе, своей половины. Но, обращаясь к рыбке, которая каждый раз приплывает и говорит «Не печалься, получишь, просимое, ступай к своей старухе». Он вместо награды, вместо благодарности получает ругань, тычки, пинки, однако не теряет самого себя, не берётся за полежка, не кидает коктейль Молотова, в серем старухи. Но, очевидно, поминая Господа Бога, помните русское присловие «Господь церпел и нам велел», применяется к ситуации и не теряет надежды, что старуха, объявшаяся белины, заболевшая желанием приобретать больше, лучше, всё-таки образуемца. И в результате поэт показывает нам, что кротость и смирение, умение сохранить баланс ума и сердца, умение не выйти из себя, остаться самим собой, умение услышать человека, хотя бы не вполне адекватно себя ведущего, но с какой-то болью сердца, состраданием, помолиться о ней, оказывается победоносными. И действительно, жизнь прожить, не поле перейти, старуха по воле художника, нашего гениального поэта, оказывается перед разбитым корытом, Ну а старик остаётся в тени, однако хочется надеяться, что он стал победителем в этом бескровном поединке. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. И иногда хочется продолжить сказку за поэта и рассказать о том, как, подойдя к старухе, вместо того, чтобы унизить её, пнуть её, Ну что, старая, получила, чего хотела? Старик, как духовный победитель, в этом вся Россия, торжество русского духа, без лорасту, без мстительности, мне кажется, склонился над ней и сказав, что, милая старуха, не отчаивайся, помолимся Богу, научимся быть довольными тем, что имеем. Ну, желающих продолжить сказку Пушкина немало. Думаю, что всякая Арина Родионовна, всякая мудрая бабушка, читая детям сказки Пушкина перед сном, наверняка их варьирует, дополняет применительно к ситуации. Отец Артемий, у нас звонок. Звонок из Стула. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Это раба Любови заняты, Стулой. Вот такое есть выражение, или как это, благими намеренными, выслову дорогу в ад. Это для кого? Для кого кто делает, или кому ты делаешь? Это первый вопрос. И второй вопрос. Где эта грань? Делаешь ты, вроде бы делаешь ты, думаешь во благо всего там, жалко всего человека. А получается, что человеку этого, оказывается, не надо было, и еще даже хуже получается. Спасибо. Нужно сказать, что, благодарим вас за прекрасный вопрос, что в Священном Писании нет такого изречения, оно взятое из западноевропейской литературы, и, конечно, не имеет это изречения абсолютного характера, потому что царь Давид за тысячу лет до Рождества Христова заповедовал всем нам ясную, дал инструкцию, твори благо, бегай злагу. И благие намерения – это, собственно, дорожка, расстилающаяся перед каждым из нас. Но иные пути, говорит премудрый царь Соломон, родитель Давида, царя, кажутся человеку прямыми, но конец их – дно адова. О чем идет речь? Если мы, руководствуясь, по видимости, добрыми побуждениями, нарушаем Божью заповедь, желая помочь человеку, украдем, или, желая не ссориться человеком, подыгрываем его тщеславию, или девушка хочет выйти замуж и соглашается на неопределенный род отношений, в протторечии блуд, думая, может быть, это все-таки мой принц, и завязав с ним такую сомнительную дружбу, я все-таки добьюсь своего, он предложит мне выйти замуж. И там, где нам представляется добро, но средства для его осуществления предосудительные, всегда бывают худые последствия. Вот об этом, я думаю, говорит выражение благими намерениями, вымощена дорога в ад, если мы, осуществляя эти намерения, прибегаем к порочным средствам для достижения их. Мне кажется, что еще благие намерения, если разобраться, не всегда благие. Например, если человек хочет делать другому добро, иногда это просто форма потешит отчиславие. Если он действительно делает это для прославления собственного имени, или, например, супруг, глава семьи, настолько заражен альтруизмом, хочет помогать всем и вся вокруг себя просвещать народы Словом Божьим, но забывает о собственных детях. Так что они его никогда не видят, и предоставлены улице, в то время как папа сидит в благотворительных фондах. Вот очевидная диспропорция, которая отвечает очень мудрому изречению нашего народа. Что не в меру, то от лукавого. Кто чем увлекается, тот тем и искушается. Спасибо, отец Артемий. Продолжим нашу беседу о добродетелях. Вот такое хорошее качество, как ответственность. Слово происходит от слова ответ. Вот что это за ответ? Перед кем этот ответ? И на какой вопрос этот ответ? Конечно, думается, это связано со служением. Нравственный характер человека проявляется в его готовности служить. Воин, произнесший присягу царю и отечеству даже при лицом смерти, как капитан Белогорской крепости Миронов, отец Машеньки Мироновой из повести Пушкина, капитанская дочка, самое зрелое и последнее прозаическое произведение нашего гениального поэта. Видит, как врываются в эту крепость, где полтора инвалида выполняют свой долг, подкатывают мортиры, бандиты, разбойники, устраивают Майдан, пытаются захватить самую крепость. Появляется Емелька Пугачев, лик его ужасен, он творит самосуд, уже висельцы расставлены. И посмотрите, простые люди, над которыми можно добродушно посмеиваться, они несколько наивны, честа Мироновых, родители Машеньки, но долг перед Отечеством, ответственность за присягу, данную Богом на верность царю, делают этих уже пожилых и как бы внешне некрасивых, неэпозантных людей прекрасными. Таков и Савельич, раб крепостной Петруши Гринёва, он не знает страха, он действительно жертвенно служит Баричу, он не боится самой смерти. Вот почему «Капитанская дочка» является, наверное, одним из самых педагогичных произведений Пушкиным, по ней можно учиться жизни, не только на отрицательном примере, как Евгений Онегин с его хандрой и с плином, но мы видим, что у Петруши Гринёва, одного из главных героев повести, желание служить побеждает все страхи, он не способен на подлость, на предательство, он правду говорит в лицо разбойнику Пугачёву, он терпит с благодушием напрасленную клевету Швабрина, это русский дух, это мужество и честь, основа которых упомянуты вами чувства ответственности, это духовная вертикаль, которая свойственна лучшим. нашим персонажем и героем русской литературы, кстати, не только русской, но и литературы советского периода, по которым мы можем воспитывать наших детей. У нас ещё один звонок, звонок из Подмосковья. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, отец Владимир, добрый вечер, ведущий, раба Божьей надежды из Подмосковья. У меня вопрос о Льве Толстом. Вот как относиться к его художественному творчеству, хотя мы знаем его сложные отношения к православию, война и мир, вот Анна Каренина, насколько оттуда можно брать полезные для спасения души примеры, потому что я за свою жизнь много раз их перечитывала и всё-таки очень они мне как-то нравятся. Спасибо за ответ. Вы совершенно правы, любой художник слова бытописует, живописует, он отражает народные характеры, он воскрешает перед нами давнувшую эпоху. И те, кто хоть раз в жизни читал севастопольские рассказы Льва Николаевича Толстого, понимают, какое значение Севастополь в его прошлом, настоящем и будущем имеет для России. И то, что описано Толстым, явлено было в эти недели всем нам от Владивостока до Калининграда. В этом смысле Толстой и художник, и Толстой как мыслитель, это не совпадающие величины, потому что на примере Наташи Ростовой мы видим предназначение русской женщины. Это материнство, которое раскрывается как лепестки розы пред летними лучами солнца. Это свойство русской женщины хранить верность и оплакивать малейшее поползновение, уклонение от пути, который начертан Богом в совести добродетельных супругов. Но если вы раскроете послесловие войны и мира, вам будет очень трудно его прочитать и вникнуть. Что же хочет сказать автор тем, что он переписал философию пессимизма Артура Шопенгауэра? Ни русская философия, ни христианское воззрение на личность человека. Вот почему Толстой трагическая фигура. Ведь он сам себя отлучил от матери церкви. Он как-то сидя на веранде на ясной поляне своей, беседовал со своим издателем, и тот спросил его, Лев Николаевич, а что бы вы сделали, если бы узнали, что там за стеклянной прозрачной дверью веранды среди цветущих яблонь стоит в белом хитоне в белых одеждах Господь Иисус Христос. Я бы попросил его подождать. Не могу заставить себя преклонить колено предраспятым Иисусом Христом. Что это? А это то, о чем говорил с печалью в сердце преподобный Амвросий Оптинский. Гордыня, демоническая гордыня нашего несчастного графа разъедала, как серная кислота, ведь он хотел быть ни больше, ни меньше, как пророком. Который объединит под стягом толстовства все прогрессивное человечество. И как страшно на самом деле смотреть на его могилу в ясной поляне без креста. Холм холодом веет от места его погребения «Лев был», сказал старец Варсонофий Оптинский, «И лев его связал». Гордость скрутила графа по рукам и ногам и в своей публицистической деятельности он, несмотря на какие-то добрые акции, милосердие, помощь голодающим, конечно, раскачивал корабль российской государственности и сделал для революции безбожной не меньше, чем вольные каменщики типа Вольтера, Монте Ские, так называемых французских просветителей. Но как художник, конечно, он нами любим, и его Филиппок, и его простонародные рассказы, жизнь драмы и коллизии, которые он Ваня Карениной являет, конечно, дают возможность нам учиться на ошибках его героев. Вот почему так важно прочтение литературного произведения, вот почему нам нужны талантливые учителя-литераторы, которые смогут не проходить по писателю обличая его лишь в заблуждениях. Кто застрахован от ошибки, но уметь переходить от страниц романа к живой, назидательной, интересной для детей беседе, которая своей задачей имеет духовную, нравственную ориентацию наших подростков. У нас еще один звонок, звонок из Ставрополя. Здравствуйте, можно говорить, мы вас слушаем. У меня вопрос такой. Здравствуйте, отец Татьяна и ведущий, очень рада вас видеть, раба Божья Татьяна из города Ставрополя. Вот скажите, пожалуйста, в Нагорной проповеди, заповеди блаженства, реализация этих заповедей, является ли лестницей Царства Небесной в той последовательности, которую нам даровал Господь наш Иисус Христос? Или мы можем их реализовывать в любой последовательности? В моем понятии, что если блаженны нищие духом, только когда мы поймем свои грехи, только тогда мы можем заплакать. Если мы не поймем, мы не заплачем. И остальные заповеди идут, вытекает одна из другой или нет? Спасибо вам большое. Разумеется, в них заповедях Нагорной проповеди есть своя божественная логика и последовательность. И если сказано сначала блаженны кроткие, а затем уже упоминается сердечная чистота, и наконец венчаются заповеди блаженства призывом радоваться в гонениях и злословиях, если тебя поносит как христианина, а не как человека согрешившего против нравственного закона, то, безусловно, здесь есть своя постепенность, и никто не может запрыгнуть на девятую ступень, минуя первые две и три. Другое дело, что у каждого из нас есть свои таланты, свои дары, свои способности, предрасположенности, и если человек находит особенное удовольствие и радость в том, чтобы благотворить, делиться, ему приятнее отдавать, чем приобретать, то, безусловно, он может прийти к умягчению своего сердца, прийти к внутренней молитве, прийти к чувству благодарности Создателю, и, значит, ощущению своей малости и вместе великости Господа Бога, который вкладывает в его руки возможность творить добро, через самое доброделание. То есть, каждому из нас, изучая заповеди, нужно присматриваться к самому себе. И святые отцы с одной стороны говорят о том, что должно избегать скорохватства, не перепрыгивать со ступеньки на ступеньку, но с другой стороны нужно отыскать тот золотник, тот талант, который в тебя вложен от рождения или от крещения, и преимущественно развивать ту добродетель, которая тебе всего ближе по сердцу. Ну, одно другому здесь не противоречит, и я благодарю вас за такой тонкий духовный вопрос. Отец Артемий, вот мы говорили о Льве Толстом, говорили, что он был отлучен от церкви, но ведь и многие другие писатели не были, скажем так, идеальным примером воцерковленных людей. Почему так происходит? Безусловно, писатель земли русской это человек ищущий, страдающий. Кто-то, как Достоевский Федор Михайлович или Александр Солженицын приходит к каторсису, очищению сердца через страдания, произнося осанно своей каторги. И в этом отношении пример Достоевского замечателен. Наши телезрители знают, что, увлекаясь идеями социализма, имея такое романтическое представление о западной философии, участвуя в кружке петрашевцев, радикально настроенных, Достоевский пережил потрясение на каторге и вернулся он в русскую культуру христианином. Более того, стал монархистом, как и Александр Сергеевич Пушкин. Дневники писателя полны политических экскурсов. Вот недавно Никита Сергеевич Михалков зачитывал Ивана Ильина и Фёдора Михайловича Достоевского, размышляя о судьбах Украины, и мы поражались тому, насколько глубокие и меткие размышления наши писатели давали по этому непростому вопросу, как бы прозорливо смотря в будущее. Но к писателям, я думаю, и к поэтам нельзя предъявлять обычных требований, потому что мы им благодарны за исповедь. Каждое художественное произведение, тот же Евгений Онегин, это авторская исповедь. И если искусство обличено в прекрасную форму, если в нём раскрывается русский мир во всех гранях, многообразии, если произведение автора является своего рода энциклопедией русской жизни, то, конечно, изучая со всем вниманием и любовью творчество писателя, мы призваны исполниться сострадания и любви к нему как к человеку, и, конечно, выполнять его просьбы. Николай Васильевич Гоголь, русский писатель, так часто говорил, помолитесь обо мне. И нам остаётся сегодня только очень пожалеть, что сгорел в печи второй том мёртвых дух, он бы нам очень пригодился для сегодняшнего разговора о добродетелях. У нас ещё один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. А там чё? Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Там чё говорят? Уже не говорим, слушаем вас. Долгый вечер, мальчика. Привет. Долгый вечер, ведущий. У меня, значит, такой вопрос. У Анны Кронштадтского я читаю, что каждый человек должен считать себя достойным адом, но надеяться на два сердца Божия. И тут же в Завраде я читаю, что каждый человек в общем должен любить своего брата как самого себя. И у меня такой вопрос. Я себя должна любить, или я себя должна считать достойным адом? Мне вот это никак не усваивает. Не укладывается. Будем помнить, дорогие друзья, что Христос пришёл в этот мир, дабы освободить нас от насильства дьявола, очистить нас от страстей, о присутствии в душе гордости гордости или жадности, как у скупого рыцаря маленькой трагедии Пушкина, похоти, как Дон Гуан, вы помните, который променял супружество на разврат и сошёл в ад, помрачив себе красоту образа Божья. Зависти, как у Сальери, ну, это трактовка нашего поэта, написавшего о том, что Сальери не вынес таланта Моцарта и покусился на преступления в отношении этого удивительного гения страсти и является свидетельством того, что ад возгорелся в душе, обладаемой перечисленными пороками. Но вместе с тем каждый из нас есть создание Божье. Христос ради каждого из нас пролил свою кровь, поэтому трезво и реально оценивая самого себя как последнего из грешников, так говорит апостол Павел, из них первый есть мы никогда не должны терять надежды на милосердие Божье. И особенно современным людям это важно склонам к унынию, к подавленности, к депрессии, некоторые каясь и укоряя себя загоняют себя в какой-то угол. Это недопустимо. Вот почему так важно сокрушаясь об ошибках юности добавлять Господь я слаб и грешен, но твердо и несумненно верую, что ты меня очистишь, помилуешь и спасешь. Так Соня Мармеладова при горящей свече на чердаке в одном из санкт-петербургских домов вселила в Родиона Раскольникова переступившего через кровь веру милосердие Божье и главный герой преступления и наказания сам раскрывает язву своей души и осколки его сердца собираются. Он стяжал живую душу благодаря жертвенной любви этой русской девушки. Итак милосердие Божье неистащимо и мы умея каяться в своих грехах призваны всецело уповать на Божью к нам любовь ибо Господь пришел чтобы всех нас из ада наших страстей извлечь и даровать нам жизнь чистую светлую и прекрасную в лоне матери церкви возлюби ближнего как самого себя но это же так просто относись к просьбам нуждам окружающих тебя людей не менее внимательно к чем своим собственным каким-то потребностям и если видишь голодного человека не думай что он из другого теста нежели ты и если ты хочешь пить и знаешь что без воды ни туды и ни суды вспомни сказанное в Евангелии тот кто даст чашу холодной воды во имя Господне человеку не лишится от Бога награды то есть это западь призывает нас пробиться сквозь коротку собственного эгоизма не замыкаться от окружающих нас людей и иметь сердце сострадательное сочувственное сопереживательное как вот мы сейчас все всей страной сопереживаем нашим братьям на Украине слышим их вопль и молимся чтобы Господь водворил там мир и спокойствие избавив их от тех страшных опасностей которые во многом они сами привлекли на свою душу верим что вот это наша состраждущая любовь и молитва свершит чудо истории то есть если кратко ответить на вопрос нашей телезрительницы я так понимаю что отношение к себе как грешнику то есть это требовательность к себе а любовь к ближнему это внимание к окружающим людям и оба эти два качества друг друга не исключают совершенно справедливо они чудесно совмещаются и чем ты строже к себе самому тем ты бываешь снисходительнее великодушнее благороднее к окружающим и это несомненно свидетельство русского духа просвещенного Божьей благодатью спасибо отец Артемий еще один звонок здравствуйте мы вас слушаем в эфире? да вы в эфире мы вас слушаем алло алло говорите пожалуйста алло здравствуйте здравствуйте говорите это это храбабудия Елена я хочу вам задать вопрос я хочу вам задать вопрос по поводу того что в чем проявляется воля Божья вот я читала в свое время журналисты Валентина Сидорова «Знаки Христа» читаю Сухинину ну и много читаю таких книг где да-да и вот в этих книгах говорится о том что надо вроде бы смотреть в чем же проявляется воля одно дело когда ты нарушаешь нарушаешь закон Божий тогда понятно что воля Божия она не будет там где нарушение закона а вот например ехать тебе куда-то или не ехать понятно понятно вы знаете дорогие друзья нам Бог дал на плечах не качан капусты а голову и человек должен рассуждать упражнять свой ум есть вещи нравственно безразличные ехать мне в Орел или ехать в Тулу где сбывать лапти которые я сплел своими руками в этом смысле Господь всегда снисходит к человеку предоставляя ему свободно решить этот вопрос и поэтому не думаю что во всех случаях нужно русской женщине остановиться на перекрестке где воля Божья как мне ее познать стоять на месте или идти дальше руководствуемся детскими правилами сначала посмотри налево потом посмотри направо если светит зеленый свет иди и при этом еще боковым зрением смотри чтобы какой лихач не промчался мимо тебя на иномарке то есть воля Божья прежде всего касается внутреннего состояния нашей души а воля Божья так прекрасно сказал апостол Павел всегда молитесь всегда радуйтесь за все благодарите и если вы в течение дня будете ходить пред отцом небесным как Герда которая как вы знаете искала своего брата с подмерзшим сердцем и всегда читала молитву отче наш то рассеются все призраки сама снежная королева европарламента растает от слез человеческого сердца которое молится Богу и идет путем правды чести и любви поэтому древний философ блаженный Августин такую парадоксальную формулу выявил относительно воли Божьей люби Господа Бога твоего всем существом и делай то что хочешь то есть сердце исполненное молитвой к Богу и любви к ближнему никогда не позволит тебе нанести ущерба ближнему а Божья благодать восполнит то чего тебе не достает и ты будешь благоуспешен во всяком слове во всяком действии потому что Дух Святый будет содействовать тебе в исполнении того что ты предпринимаешь еще один звонок звонок из Тувы здравствуйте мы вас слушаем вот такой вопрос я страдаю от ответных от долгов вот меня вот волнуется такой вопрос я видела богатых людей у меня такая потому что они очень шедрые но славородные добрые заход дает наверное очень чисто у меня вопрос у меня совсем начальник это идет у меня здесь все проблемы эти не хочется объясните пожалуйста чтобы стать богатой что можно сделать уловили вы смысл вопроса ну в общих чертах я так понял что наша телезрительница она страдает от бедности и не видит никакого выхода и спрашивает что нужно сделать видимо в духовном плане что нужно сделать для того чтобы выйти из этого порочного круга дорогие друзья мир не без добрых людей и мне кажется что сегодня наши батюшки которые служат по городам и весям являются своего рода банком данных к ним стекается и старушка пенсионерка у которой внучек отобрал пенсию на выпивку так что ей нечем заплатить за свет студент который может быть хотел бы повенчаться но не имеет средств на пожертвования на храм и конечно я бы рекомендовал вам обратиться к священнику которого вы знаете с просьбой о помощи уж знаете хоть понемножку а помогать друг другу сам бог нам велит и с другой стороны вспомним слова христа ищите царство небесного то есть старайтесь жить по правде и любви и все прочее приложится вам я хотел бы адресовать и направить вас к святителю чудотворцу николаю у бога всего много святитель николай настолько близок к нам что только поставишь ему свечу только помолишься от сердца и бог являет помощью из этого угодника вот у меня бабушка во время великой отечественной войны уже не могла оставаться дома потому что дети пухли от голода в отчаянии она бросила взгляд на потемневший от времени образ николая чудотворца и как мать воскликнул святитель николай ты смотришь на моих детей что мне делать и бросилась вниз по лестничной клетке уже думая никогда не возвращаться назад и здесь на крыльце дома вдруг увидела две купюры крест-накрест лежащие на полу она получила мгновенный ответ от святителя николая и с тех пор его почитала как своего спасателя как мчс передав нам внукам которые до времени и молитвы отче наш не знали вот это благоговение к милостивому николе так что и мы помолимся за вас святитель николаю чтобы боженька послал вам на хлеб насущный через ваших соседей не стоит земля без праведника и хочется верить что русские люди никогда не оскудеют милосердием и состраданием друг от друга вернемся к нашим добродетелям отец Артемий скажите в чем заключается добродетель послушания и не является ли послушание противоположностью самостоятельности самостоятельного принятия решений и самостоятельного мышления слово послушание многообъемно и если брать его мистической глубине то послушание и есть как раз стремление исполнить волю Божью благую угодную и совершенную которую мы познаем через тех кто поставлен руководствовать нами вот Петруша Гринев уже нами упомянутый приступает к Машеньке Мироновой он не скрывает своих чувств он полюбил эту русскую девушку с пшеничной косой с чистыми глазами и тянется к ней как к источнику света и тепла но Машенька не позволяет ему сократить дистанцию это главное искусство и вместе с тем жизненный самый важный урок который девушка православная должна помнить она тотчас бежит к папеньке чтобы заручиться его согласием и благословением на дружбу с Петрушей Гриневым нынешние наши девчонки такие безбашенные бесшабашные часто они иронизируют над собственными родителями думая что те их не понимают не чувствуют и считают для себя возможным сами в свои неполных 15-16 лет определять как жить с кем дружить но каковы последствия обесчищенные души отравленные неверием в добро батюшкам часто приходится общаться с этими разочарованными страницами которые горько обманулись в своих чувствах и не имеют надежды на светлое будущее действительно судьба блудного сына вышедшего из отчего дома с самонадеянностью безблагодарностью он даже не обернулся чтобы благодарить отца своего повторяется в какой-то мере над каждым из нас таким образом послушание требует интеллекта послушание есть покров божий над человеком который опускает нас в награду за смирение простоту кротость за умение смотреть на себя со стороны за умение смирить свою гордынку гонор ни на чем не основанный перед мудрым и выверенным женю словом опытного человека любящего нас и указующего нам направление движения это наши родители это духовники это педагоги но я имею ввиду не формальное звание а говорю о тех людях которые доказали самим делом бескорыстность искренность в добром расположении молодежи то есть послушание основывается прежде всего на трезвой оценке собственных способностей безусловно знание своей ограниченности понимание что ты не застрахован от ошибок умение прислушаться проанализировать мудрый совет который стоит больше златы и сребра ибо совет есть лазерный луч рассеивающий темноту жизни это дорога жизни по которой идет человек способный к послушанию сегодня кстати не так уж много людей разумно послушных я сам сам сусам мне виднее прошу не указывать не учи ученого о темпора о мороз о времена о нравы но не будем отчаиваться потому что и на своих собственных ошибках можно научиться послушанию отец отец артемий не так много времени у нас остается под занавес нашей передачи хочу задать такой вопрос почему венцом добродетелей называют любовь потому что без любви как без воздуха можно быть внешне человеком приличным галантным благовоспитанным можно заниматься благотворительностью но если нет любви то учитель становится мучителем врач рвачом даже батюшка потерявший любовь становится главным героем пушкина сказки поп толоконный лоб любовь это благоухание свежей розы и там где действительно живой цветок скажем цветущий шиповник там прежде аромат распространяется и проходящий чувствовать что здесь где-то клумба здесь розарий так вот и любовь всегда себя выдает она не в словах но в сердечных расположениях она в самом стремлении послужить человеку бескорыстно поэтому подлинная чистая и правая православная вера действуется любовью все прочие добродетели простота кротость смирение мужество терпение это кирпичики которые увенчиваются скатом крышей венцом любовью хотя с другой стороны и начинать мы должны с этого фундамента с любви к Богу и когда наши мысли и чувства собираются в единый световой пучок и устремляются к источнику света тогда Бог воздает нам своей благодатью и делает человека способным любить без раздражения без корыста без надежды на взаимность но как говорил поэт светить всегда светить везде вот лозунг твой солнце поэтому если бы вы меня спросили а каков батюшка пароль какова результирующая знаменатель нашей беседы как жить не тужить в 21 столетии я бы ответил это так просто с молитвой к Богу и с любовью к людям большое спасибо вам отец Артемий за беседу в конце программы прошу вас благословить наши телезрители дорогие друзья призываю вас всех к молитве денно-ночной молитве за Россию за православие с тем чтобы с Божьей помощью мы обрели покой и в Москве и в Харькове и в Киеве и в Луганске и во Львове и верим что Матерь Божья поможет нам справиться с этой задачей а я напоминаю вам что у нас в гостях был протеерей Артемий Владимиров всего вам доброго и до новых встреч кос caring с горькой и с в Геллист Cave в а со его и Garden своя share